Что вы на ютуб канале утро февраля, а также напоминаю о том, что мы есть практически во всех соцсетях, не забывайте подписываться на нас. Не важно чем вы пользуетесь, твиттер, фейсбук, телеграм, ютуб, мы есть везде, с удовольствием принимаем вас в нашу команду. Я хочу представить вам нашего следующего гостя, это политтехнолог Денис Богуш. Денис, я приветствую вас. Добрый вечер. Ну что ж, мы обсуждаем главные новости прошедшей недели и, наверное, я не могу не заговорить и не вспомнить о том, как Россия нанесла самый массовый ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. И я в контексте чего хочу об этом событии вспомнить, потому что именно во время этого конкретно ракетного удара одна из ракет, ну это по другим данным, две ракеты упали на территории смежного с нами государства Польши. Два человека при этом погибли. Сегодня, кстати, как раз проходили похороны и сегодня там сообщили, что вот эта комиссия, которая занималась расследованием, с польской стороны комиссия, которая занималась расследованием этого инцидента, закончила работу. Пока результаты я еще не видел, не опубликовали. В любом случае, российская Минобороны сразу же заявила, что эти ракеты украинские. В Украине абсолютно в зеркальном отражении возложили ответственность за произошедшее на Москву. Собственно говоря, этого же мнения придерживались потом уже постфактом и Белый дом, и Европа. И, собственно говоря, склонялись в основном к тому, что это был несчастный случай, что якобы там украинские ракеты, которые летели на перехват российских ракет, отклонились от курса. Но при этом, если бы не было войны, если бы Россия не наносила эти массированные ракетные удары, то никаких ракет бы не было. Ну и, собственно говоря, тут можно подрезюмировать так. Если не считать первую реакцию стран в день падения ракет, то в остальном мире, кроме России и кроме Украины, в этом плане, в информационном поле, все страны вели себя достаточно сдержанно, в том числе даже и страны НАТО, и сама же Польша, на которой это происходило, которая, казалось бы, должна была быть возмущена больше всех. С чем связана такая аккуратная реакция стран и поменялись ли после этого инцидента планы НАТО? Я думаю, что планы НАТО не начинать Третью мировую войну. И в этом контексте все и происходит. То есть все видели, там, в первые часы после падения ракет, там все, ну, как бы, сфотографировали обломок ракеты Х-101. То есть это точно ракета «Воздух-Земля» или «Земля-Земля», значит, и она запускается с стратегических бомбардировщиков. И кусочек этой ракеты, он уникальный, его показали с самого начала. Возможно, там была ракета С-300, которая сбивала эту ракету, но мы видим кратер, то есть это взрыв, реально ракета упала, реально убила двух поляков, реально на территории стран НАТО. То есть, по идее, там, как бы, должна, как бы, начаться Третья мировая война, вот после этого. Но все страны, ну, никто не хочет воевать. То есть, ну, во-первых, все боятся России, ну, как оказалось, только Украина не боится России. И они решили замять этот инцидент, очень там, мягко, начиная с Америки. И Байден, который говорил, что он каждый дюйм страны НАТО будет защищать, они там начали вначале тему, что это украинская ракета, потом не допустили украинских экспертов первые часы посмотреть даже вот, что там как. Вот. И приняли решение, что они будут, ну, держать вот эту линию. О чем, как бы, для меня говорит эта вся ситуация. Пункт первый. Ракета, которая залетела на территории Польши, две ракеты, которая убила польских граждан, не была сбитой системой ПВО Польши. То есть, например, на глубину 7 километров, где это все было, там 5-7 километров, ракеты русские могут залетать, их никто сбивать не будет. Что будет дальше? То есть, например, россияне сейчас запустят туда 10 ракет. Система ПВО Польши и, ну, так скажем, стран НАТО, она фактически пропустила из двух ракет 2. То есть, 2 летело, 2 они не сбили. Они сейчас садятся, делают расследование, обсуждают, но система ПВО не сработала, она пропустила. К нам запустили 100 ракет. Вот у нас был, ну, примерно 100 ракет. Вот 90, там, ну, 80-90 процентов мы сбиваем. Мы сбиваем дроны, мы сбиваем пулеметами, калибры и другие ракеты. Мы сбиваем даже ПЗРК, то есть, система ИГЛА. То есть, люди стоят в поле и стреляют. Какие-то часть ракет у нас сбивают самолеты, какие-то часть ракет у нас сбивает ПВО, С-300 и другие там системы, которые нам поставили. Там, ИРИСТ и другие. И мы уже научились сбивать такое большое количество ракет, потому как системы, вот эти все противоракетные обороны, они предусматривают, что сбивается где-то 60-70 процентов. Вот это их эффективность. То есть, а 40 процентов, вот мы смогли довести это до 80-90 в Украине. И вот эта система, что две ракеты упали, показывает то, что если бы 100 ракет запустили на Польшу, то они бы сбили 30 процентов. С суперкрутыми, патриотами, со всеми системами. У них люди не стоят в поле, не ждут этих ракет, которые летят. У них не ездят с пулеметами машины, которые ждут эти дроны. То есть, они физически не готовы к тому, чтобы отразить реальный ракетный удар. И для Путина это тест. То есть, сейчас Путин сделал, протестировал, потому как ракета Х-101, это высокоточная ракета, которая прокладывает маршрут, и она попадает в цель с погрешностью 10-20 метров. То есть, 5 километров, она просто так, 7 километров, она просто так пролететь не может. То есть, это высокоточная ракета, которую сбить с курса тоже очень сложно, и она попадает очень точно. То есть, это четкая провокация, четкое тестирование систем. И какие выводы? Первое. Во-первых, страны, которые граничат с Россией, я имею в виду Прибалтика, Польша и другие, они понимают, ну, должны понимать, что ракеты Путина, которые будут залетать на 5-7 километров, они сбивать не будут. Потому что система ПВО на это не реагирует. Второе. Если они будут стрелять дальше ракеты Путина, туда, то у них 80-90% точно не будут сбивать. То есть, если дроны и всякое такое, вот так вот запустить, то есть, их система ПВО просто не готова по той причине, что они просто этого не делали. То есть, они дают Украине оружие это. Пожалуйста, сбивайте, пожалуйста, делайте. Вот мы тут такие крутые в НАТО, вы тут. И мы уже на практике увидели, как это все, ну, что с этим делать. Потому что мы понимаем, у нас даже около каждого объекта инфраструктура стоит вот эта машина с пулеметом, которая понимает, ну, что делать с дроном. Например, вот если этот шахет 136-й летит, вот, ну, уже знают, что делать. И это, я думаю, должно быть большое расследование не того, чья это ракета. Это вообще какая-то глупая история. То есть, твоя система ПВО не увидела, чья ракета, которая залетела на твою территорию, на страну НАТО и убила твоих людей. То есть, как такое делать вообще расследование? То есть, ты не можешь отследить, ну, твоя система ПВО суперсовременная, не может отследить, куда, откуда летела ракета? Ну, это вообще, ну, бред. И вот этот весь этот комплекс факторов, он показывает то, что страны НАТО, во-первых, не готовы ни к противо, ну, ни к ракетному удару, не готовы воевать, потому что им же надо посовещаться. 30 стран? А что вообще делать? А давайте поговорим. А мы готовы, а кто будет отвечать, а кто не будет отвечать? То есть, у них оперативности вообще нет. То есть, эта система, вообще, вот, система безопасности и коллективная НАТО, она показала свою неспособность реагировать на, ну, вот, на моментальную такую угрозу. И Путин это все увидел. То есть, и в реальности, вот я недавно видел в интернете эту картинку, где такая Украина-девушка обнимает такую девушку, которая такой флаг НАТО, и говорит, ну, не бойся, я тебя защищу. То есть, вот реальная ситуация, что Украина сейчас становится страной, которая реально защищает страны Европы, страны НАТО от вот этой чумы, которая исходит от России. Знаете, Ненис, а ведь когда случился этот инцидент, достаточно многие, и эксперты в том числе, думали, что НАТО попытается запустить одну из двух процедур, которые прописаны в четвертой статье Устава НАТО и в пятой статье Устава НАТО. Самые радикальные говорили, что это будет пятая. Я напомню, что в четвертой стране сказано, что любая страна НАТО, которая полагает, что возникла реальная угроза ее независимости, территориальной целостности или даже просто безопасности, может созвать консультацию всего блока. Это четвертый пункт. Пятый, он более жесткий, пятый, он более радикальный. И, собственно говоря, в пятом сказано, что пятая статья основана на принципе нападение на одного члена в Альянсе означает нападение на всех. И, собственно говоря, не произошло не то, чтобы пятого варианта развития событий, но даже и как-то четвертый. Я думаю, что это были очень сложные переговоры между Байденом и Дудой, по тому, чтобы это не делать. То есть я думаю, что Польша имеет право это полностью. И Польша точно знает, что произошло. Вот гарантированно знает. Причем это ее граждане. И это ее ответственность не начинать эту процедуру. Просто что делать дальше, когда вот развивается ответ на такие действия? Я думаю, в НАТО не знают. То есть Америка, например, примерно знает логику, если Россия по Украине сделает удар тактическим ядерным оружием. Они уже это сказали. Они сказали, ребята, мы полностью уничтожаем Черноморский флот русских, и мы там сделаем какой-то очень жесткий ответ. То есть они как-то себе эту логику проиграли. Правда, мы сами уничтожили часть Черноморского флота, чтобы американцы хоть чуть-чуть больше сделали, что не только, мы сами тут уничтожим Черноморский флот, ну типа вы там как-то побольше отреагируете. А они не готовы, у них нет стратегии войны с Россией. Они до сих пор ее боятся. И боятся реально, потому что зачем-то 6 тысяч ядерных боеголовок, есть же в России? И вот эта ракета, которую они пугают, сатана, которую сейчас они переназвали, назвали Сармат, вот, они же ей тоже пугают, межконтинентальная, которая может иметь ядерный заряд и так далее. То есть все побоялись, что запустится этот механизм весь. А он уже, если бы они запустили четвертую статью, то он же не останавливается. То есть они созвали, и что эти страны скажут? Скажут, ну знаете, мы не будем воевать. Вот мы не будем, вот, ну вот вас тут убили два человека, вот, давайте не применять пятую статью. Вот сейчас вот давайте подождем, посовещаемся, сделаем расследование с международными экспертами, пусть эти международные выйдут туда. То есть они вообще не думают, что их система ПВО не сработала. То есть у них вообще даже такой, ну, постановки задачи нет. Она может сработать, только если они закроют часть украинской территории. И будет, грубо говоря, их комплексы настроены на часть украинской территории, потому что очень быстро летят ракеты, и среагировать ты не можешь там за несколько секунд, что вот тут вот граница, и вот тут мы ловим ракету, вот тут не ловим ракету. То есть это же огромные, эти самые, огромные скорости. Особенно если взять эту систему Кинжал, это же гиперзвуковая ракета, которая вообще ни одно ПВО не останавливает. И у нас вот калибр мы научились, вот эти иксы мы научились сбивать. А кинжал таки не научились. И вот гиперзвуковая ракета, она пролетает легко. То есть это нужно закрывать часть этого. И, ну, как оно сбивается? Оно с земли сбивается комплексами, вылетает самолет, и он сбивает ракету на ракету в воздухе. Вот для этого должны патрулировать самолеты НАТО, ну, частично Украину. Ну, и когда эта ракета будет лететь в сторону Польши, то ракета польская НАТО фактически должна с ней встретиться. А это уже получается война. То есть это фактически НАТО сбивает русские ракеты. Вот чего они не хотят. Они хотят, ладно, вы украинцы тут сами все, мы вам и такое дам, и такое дадим. Вот вы тут все сбиваете, только вот, пожалуйста, не трогайте наши 30 стран НАТО, мы боимся воевать. Вот так эта ситуация выглядит. Ну, тут следует вспомнить, что, например, вот эта пятая статья НАТО, она за всю историю Североатлантического альянса применялась один-единственный раз, и то там такая история получилась, она была применена после атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. И это случилось на следующий день после этого теракта по требованию жертвы нападения, то есть США. Но даже в этом случае следует отметить, что Совет НАТО ограничился тем, что договорился разработать меры коллективной обороны в случае, если убедиться, что атака была организована из-за пределов США, и доказательства того, что заговор был подготовлен за границей, были получены, а после чего НАТО разработала список мер коллективной защиты, стали выделять альянсы штатам какие-то там самолеты, обещали усилить защиту территории. Ну, в общем, опять там вот эта пошла такая канитель бюрократическая. Так из-за этой пятой статьи все туда и вступают. И мы хотим, как Украина, вступить в НАТО. Но самое интересное... Именно из-за пятой статьи. Из-за того, что мы надеемся, что страны, если на нас опять нападет Россия, то страны НАТО соберутся и отреагируют всей своей мощи НАТО. И вот так как оказывается, они это не хотят. Но опять же история говорит о том, что НАТО очень аккуратно относится к применению этой пятой статьи, потому что во время войны, например, Алжира за независимость от Франции, НАТО не стало оказывать поддержку французским войскам, не найдя напавших извне, не вмешивался блоки в войну между Турцией и Грецией в 1974 году, который перешел в фазу вооруженного противостояния на Кипре. Ну, собственно говоря, НАТО, да, наверное, показало свое лицо. Не-не, они импотенты в прямом смысле. И нам сейчас нужно понимать, что Украина должна строить свою систему коллективной безопасности. И эта система, вот я думаю, сейчас Польша, страны Балтии увидели, что происходит, когда реально Россия нападает. И реально, если Украина тут лидер, а Украина реально лидер, она научилась, она уже сколько пережила этих ракетных обстрелов, у нас уже были колонны танков, мы уже их все там поуничтожали, ну, уже там 80-90 тысяч убили, там 200 тысяч раненых, этих русских супер второй армии мира. То есть Украина уже научилась с Россией бороться, и поэтому она лидер в военном плане сейчас. Плюс она... Лидер-то лидер, но получается, что Украине в любом случае нужно, чтобы помощь Запада не прекращалась, потому что... Так и Западу нужно, ну, тогда им придется, пожалуйста, вы воюйте. Понимаете, Денис, а ведь Запад не всегда адекватно реагирует на эти просьбы. Но достаточно вспомнить заявление французского депутата, бывшего кандидата в президенты Николя Дюпона-Иньяна, который сказал на днях, что Париж должен перестать поддерживать Зеленского после его попытки спровоцировать Третью мировую войну, имея в виду этот же инцидент в Польше. Так мы должны понимать, что во всех правительствах, во всех парламентах есть, во-первых, русские агенты, есть пророссийские люди, то есть люди, которые понимают, что Россия типа сильнее и лучше. Есть их бюджеты, которые сейчас страдают. Представьте, во-первых, беженцев сколько в Европе, это ж ну легло на бюджеты этих стран. А во-вторых, ну зачем Америке, которая вообще на том конце земного шара помогать Украине? Как объяснить жителям Америки, что вот вы должны вот с той стороны глобуса, идет такая война между Россией и Украиной, и вы должны вот, ну, свои бюджеты, вот у вас цены повышаются, еще, ну слава Богу, в Америке цены не повышаются, а в Европе повышаются. То есть в реальности во всех странах Европы стали повышаться цены, стали повышаться цены на энергоносители, инфляция начала идти уже везде, и фактически им надо как-то объяснить этим людям, вот зачем им поддерживать Украину, ну давайте не будем поддерживать. И, конечно, ну как бы, ну туда же ракета не прилетела, во Францию, и поэтому, ну они думают, что они в домике, они спрячутся. Да, но, к сожалению, это не так, и я думаю, что сейчас, как минимум, ну Европа, ну не то, что, да, конечно, такое красивое слово, да, Европа должна молиться на Украину, чтобы Украина выстояла в этой войне, и, естественно, помогать, и помогать, как только будут... Они, смотрите, у них есть два, ну два страха. Первое, это помогать Украине и потратить много денег на это все дело, и помочь. А другое, это развал России. То есть все понимают, что если бы нам дали еще летом все вот эти вооружения, мы бы не то, что зашли везде, мы бы, во-первых, освободили Крым, освободили Донбасс, ну там, Донецкую, Луганскую область, как временно оккупированные зоны, и пошли бы дальше. Мы бы, ну, постреляли их, эту всю инфраструктуру и так далее, чтобы они вообще никогда даже не думали, чтобы такой мысли не было стрелять в сторону Украины. Потому что ты стрелишь одну, а тебе назад, ну, прилетит 10 ракет, или 100 даже. Как это происходит между Палестиной и Израилем. Ну, в Палестине там, ну, сформировали какую-то ракету, там бахнули где-то, она одна полетела, а назад летит там 20 ракет. И они бомбят там жилые кварталы, не жилые, пофиг. Опять Палестина бахнула одну ракету, те опять назад. И все, они больше не кидают. И вот это им доходит. Потому что, ну, как бы люди вокруг говорят, ну, вы что, ну, ну, зачем мы будем делать и умирать, ну, зачем это? И вот так Израиль воспитывает Палестину. Вы знаете, мне кажется, примерно в таком ключе сейчас Путин пытается воспитывать украинцев. Что наносятся удары по критически важной в важной инфраструктуре. И получается, что в расчете на то, что население точно так же, вот как вы сейчас приводите пример там с палестинцами, начнет возмущаться. Ай-яй-яй, а зачем это делать? По-другому. Путин хочет уничтожить Украину, он хочет захватить. То есть Израиль с Палестиной, они живут вот так. Понятное дело. Я сейчас к тому веду, что сам по себе метод, то есть, как бы, цели у них разные, да? А метод, получается, ну, Путин же по факту сейчас пытается всячески... Ну, может быть. ...гнобить мирное население для того, чтобы якобы мирное население потребовало от действующей власти прекратить боевые действия против России. Это они так в начале войны хотели. Они сейчас так, но зачем... Я думаю, сейчас они хотят, чтобы мы страдали, и они хотят, чтобы просто нас уничтожить. То есть, у них вопрос, что тут все соберутся на демонстрацию, пойдут Зеленскому его свергать, вот, я думаю, что они уже на это не надеются. Они просто радуются, когда сюда стреляют, когда плохо тут, когда убивают людей, когда холодно, без света. То есть, они получают удовольствие, и они в целое общество подстегивают, что давайте, давайте, давайте это делать за Херсон, за Изюм, за что угодно там, за Харьков, за Сумы, Чернигов и так далее, вот за все это, вот, чтобы отомстить. За Москву, за крейсер и за все такое. Вот они хотят мстить, и они это делают, просто уничтожить людей. То есть, они не думают, я думаю, что... Они хотят, чтобы мы были на коленях. То есть, они понимают, что мы не пойдем свергать свою власть, потому что у нас высокое доверие. Они хотят из нас сделать рабов. Рабов, чтобы мы плакали, нам было плохо, и мы приползли на коленях прямо к ним. Вот я думаю, они вот так думают. Просто они вообще не понимают вот нас. Вот от слова «вообще». То есть, они же думали, что мы испугаемся. Вот что они, когда заходили колоннами, брали продуктов и этого обеспечения на три дня. Этих там, ну, солярки и всего такого. Почему? Потому что они думали, что тут все испугаются, и так в домике спрячутся и будут плакать. Ну, не просто испугаются. Они же вообще думали, что их будут встречать хлебом, с солью, с цветами. А часть испугается, ну, разбежится, а часть вот так с хлебом, солью и будет встречать. Да, но они поняли, что это вообще не так. То есть, они даже себе вот не вложили, а если так не будет. И вот они всегда говорили на своих ток-шоу, тогда мы, нам, как это, не сказать, ну, так без матюка, как сказать. То есть, ну, типа, ну, Россия тогда распадется, нам все. И вот они так и говорили. Так вот сейчас вот это все у них разворачивается уже 9 месяцев. То есть, они вначале говорили, что если у нас не получится, тогда все. Так вот, вот это все сейчас происходит. И так интересно, они не понимают, вот, что все идет вот это вот. Что вот идет, я просто тут, ну, не хочу матюки использовать, что вот это вот идет. Оно уже у них идет. И они все равно вот лезут в эту бутылку, а давайте побомбим, а давайте им сделаем плохо, а такое-такое, а все это идет. Идет, но я думаю, что сейчас у Кремля и у Путина, в частности, ну, просто, как бы, нет пути назад. Потому что не по-пацански отступать. Во-первых, не по-пацански отступать. Во-вторых, они уже, это есть такая одна поговорка хорошая, что никогда не начинает то, что не знаешь, как закончить. Это из фильма, там, Салда Джейм есть такой, ну, про спецназ фильм очень хороший. И там, значит, ну, то есть и тут эта вся история, вот они начали то, что они не знают, как закончить. Так вот, в конце того, что вот мы видим, как нашу победу, это получается, мы выжили, они не выжили. И мы должны для себя понять, что такое они не выжили. То есть это распалась Россия. Ну, там же 140 миллионов не умрут вообще никуда. Они никуда не разбегутся. Они живут в своих регионах. Многие вообще не интересуются тем, что происходит. Правда, сейчас интересуются, потому что мобилизация. То есть они там где-то петляют и так далее. Вот. И вот нам нужно тоже понять, что такое мы понимаем под победой. Ну, во-первых, что такое деоккупация наших территорий, которые тоже есть кусок проблемы. Донецк, Луганск, Крым. Ну, что там с этими людьми делать? Как это все там, собственность русскую? И все. А другое, что мы будем делать на территории России? То есть у меня есть логика. Я ее там выложил на «Украинской правде». Там пять шагов или пять факторов фрагментации России. То есть как это все будет в России происходить. И мы уже тут это обсуждали, там целую передачу этому посвятили. То есть и оно ничего не изменилось. То есть реально это надо просто брать и делать. Это «везьмы и зрубы», так называемое. Ну, если уже так заканчивать вот эту тему, я же сегодня уже вспоминал про высказывания французских политиков, да. Ну, тут еще одно высказывание подвезли. Никого не будь. Министр обороны Франции Себастьян Лекарню заявил, что Франция и союзники ищут политические пути завершения войны в Украине. Однако только Украина, как страна, которая защищается от российского отражения, может устанавливать линии и сроки переговоров. И еще одно интересное заявление сделал французский министр обороны. Он сказал буквально следующее, что французы не понимают, зачем помогать Украине. Ну, они не понимали и не понимают, во-первых, потому что их никто не стреляет. Но они там дают цезарь и они нормально все делают. Они одной рукой помогают, а другой они ходят и возмущаются. Во-первых, во Франции есть только просто со словом русский 40 аналитических русских центров. Во-вторых, там есть представительство русского мира. И вообще Франция с Россией очень много и долго, там очень тесно огромное количество связей по бизнесу, по политике и так далее. Ну и плюс Макрон рекордсмен по звонкам Путину, насколько я помню. То есть они понимают, что Франция, ну, типа, имеет доступ и думает, что может как-то разрулить с Путиным всю эту историю. И даже вот, когда такая волна, вот недавно, это где-то неделю назад, ну, две недели назад началась волна. Ну, давайте мирные переговоры, мирные переговоры, мирные переговоры. И оно пошло в разных там СМИ, это запустили русские везде, ну, типа, прозондировать почту. И тут наша власть и наши военные говорят, ребята, вот только мы вышли с наших территорий, мы начинаем переговаривать. И никак по-другому. И эта тема исчезла. То есть они, ну, думали, что они же политики такие. Вот они, например, раз и разрулят в Украине все это такое. А Украина не хочет. Украина повоевала. Она потеряла кучу наших людей. И мы уже не хотим. Вы хотите попереговариваться? Давайте, помогите нам. Они, хай, выйдут все. И тогда мы садимся и начинаем рассказать саморазговор. А сейчас, ну, о чем договариваться? Вот о чем? Чтобы остановить это, чтобы он, ну, как бы, собрал силы. И потом опять напал там через год, через два. Чтобы было там Минск-1, Минск-2. Не, нифига, мы уже проходили эту всю историю. И у нас уже теперь совсем все по-другому. И они замолчали. И причем, ну, мне очень нравится вот эта жесткая позиция нашего руководства, и президента, и верховного главнокомандующего, и там, секретаря РНБО. То есть все стойко. Вот, ребята, вот вы хотите, помогайте нам оружием. Нет, мы сами тут как-то, ну, мы просто дойдем до победы. Вот вы там, ну, прекратите нам помощь. Да, нам будет плохо. Да, будет реально с боеприпасами проблема. Да, но мы будем воевать. А вы потом получите себе гемрой, мы вообще с вами не будем разговаривать и так далее. Потому что тут рождается новый лидер в Европе. И если бы мы еще взяли экономику нашу, правильно начали развивать, ну, кроме того, что у нас военная часть очень сильная теперь. То есть вот я как сказал, вот по ПВО, то есть мы точно превосходим страны НАТО. Вот потому что если им-то там кинут 100 ракет, и нам 100 ракет. Вот русские, вот так же, как они делают. И вот посмотрим, кто больше собьет. И вот если бы у нас была еще экономика правильная, если бы мы там специалистами продумали стратегию, как, во-первых, военное время на эти военные рельсы это все поставить на там производство, правильно выстроили инвестиционную политику, правильно выстроили помощь нам, которую нам и так дают. То есть нам дают эту помощь, но нам надо правильно ее, ну, так скажем, в дело запустить. Не просто проесть, а в дело запустить. Вот. И снизить уровень коррупции, который тоже сейчас мы не изменились на, ну, как бы, по уровню коррупции. Ну, и это все видят, но, как бы, наши партнеры, это, конечно, ну, как сказать, нужно за этим всем смотреть. Ну, раз мы уже говорим об этой теме переговоров, тут еще следует вспомнить о том, что Белый дом в эту пятницу, то есть буквально позавчера, заявил о том, что только президент Украины Владимир Зеленский может принимать решение о начале мирных переговоров с Россией и отвергли мнение, что США давят на Киев для переговоров. С этим заявлением выступил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби, и он сказал буквально следующее, хочу процитировать. «Мы все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование путем переговоров – это следующая лучшая вещь после того, как Путин просто выведет свои войска». Мы также сказали, что Зеленский сам должен определить, готов ли он к переговорам, и когда и как эти переговоры будут выглядеть. Никто из Соединенных Штатов не давит и не подталкивает его к столу переговоров. Ну, собственно говоря, мы вчера на эту тему говорили с одним из наших гостей, с Боровым, и он говорил, что, в общем, все не так однозначно. Но я повторю для наших зрителей, что украинцы видят это все достаточно однозначно. Вслед за Владимиром Зеленским, который уже неоднократно говорил о том, что не видит возможности переговоров с Россией, об этом заявила глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сказал, что мир будет только тогда, когда мы уничтожим российскую армию в Украине, и выйдем на границы 1991 года, только тогда возможен мир. И, собственно говоря, вчера мы с господином Боровым, у нас возник такой небольшой спор, я ему говорю, что украинцы за то, чтобы продолжать войну до победного конца. На что мне господин Боровой сказал, что я не могу расписываться за всех украинцев. Так вот, если вдруг нас сегодня господин Боровой слышит, я специально нашел результаты опросов, которые проводились в Украине, а они, в отличие от России, проводятся на правильной основе, потому что у нас все-таки в стране демократия, и несмотря на войну социологические институты работают. Так вот, 86, меньше месяца назад этот опрос проводился, 86% опрошенных украинцев ответили, что несмотря на продолжающиеся обстрелы, нужно продолжать вооруженную борьбу. Ну, собственно говоря, 86% украинцев за то, чтобы Украина продолжала бороться за свою свободу и независимость. Мне кажется, тут все предельно ясно. Ну да, просто у нас есть опыт, и мы прошли эту всю историю с Донецком, Луганском. То есть мы поняли, что если мы отдали часть территории, добились какого-то некого перемирия, то это не потому, ну, то есть это не для того, чтобы в будущем это перемирие продолжалось. Это просто передышка Российской Федерации по захвату следующих территорий. Вот и все. И нам, кстати, даже когда мы выйдем на наши государственные границы, нам нужно понимать, что это тоже передышка. И если в России не будет гражданской войны, если в России не будет там фрагментации, то есть она не начнет распадаться, то мы должны понимать, что Россия будет копить силы для того, чтобы уничтожить Украину и дальше. И нам с этим жить. И нам нужно правильно или строить стену, или бомбить их, ну, так вот, как Израиль с Палестина, то есть они кидают одну ракету, мы кидаем 10. Вот. И нам надо наладить это производство этих ракет, особенно средней дальности, которые полностью будут добивать до Урала, там, ну, чтобы Москву мы полностью контролировали. Все, чтобы не было даже мысли о том, чтобы сюда что-то кидать. И тогда у России будет аргумент ядерное оружие, который был в самом начале, которого, в принципе, все боятся. Но мы уже, кстати, не боимся. То есть вот Украина показала, что она на эту все... То есть это как раз такая мысль. Вот, значит, Путин использует ядерное оружие. И вся Европа, Франция, Америка, они обсуждают военные, НАТО, что, куда, это же как ужасно. Она говорит, нет, вот мы тогда, вот, если ядерный взрыв будет, то мы вот будем делать оргию, там, на щековице. И все, значит, и все, ну, собираются на эту оргию. И они думают, а что же они нас эти не боятся? Они даже в Скобеево, там, в своем эфире говорят, а что они нас не боятся, Украина? Потому что мы вас не боимся. Вот не боимся, у нас есть чувство юмора, и мы во всех, вот, ну, всех, кто зайдут, они будут просто уничтожены. Мы это уже спокойно воспринимаем. Мы воспринимаем русских людей как материал. То есть уже нету жалости, нету какой-то эмпатии, нету кого-то отношения вот к этим людям, которые приходят на нашу территорию. Мы понимаем, что это просто какой-то материал с ружьем, который просто нужно убивать. Всех, кто зашли, ну, если сдаются, ну, нам придется какое-то время их там содержать. Ну, содержать, я думаю, что нужно, чтобы они ходили, отстраивали города наши, как военнопленные немцы. Вот они построили очень много в Украине, дома построили еще. Я не знаю, просто русские плохо строят. То есть вот если они будут строить, то как бы на тепляп нам не подходит. Надо хорошие прорабы. Зато умеют копать. Ну, копать это не все строить. Ну, завершая тему переговоров, хотелось бы еще сказать вот о чем, вспомнить еще о чем. Просто вот эта вот новость прошла, ну, скажем так, сравнительно незамеченной большинством СМИ. Президент Зеленский предложил западным партнерам публичный формат переговоров с Путиным. И Зеленский отметил следующее. Он сказал, я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. И предложил публичную форму этих переговоров, потому что Россия публично ведет эту войну. Ну, собственно говоря, на это как минимум отреагировал один из главнейших там прокремлевских новостейных порталов, из РИА Новости, которая заявила, что новая киевская идея публичных переговоров – это попытка превратить дипломатию в телешоу. И, собственно говоря, это говорит о том, что, в общем-то, не зашла эта идея к Кремлю. Ну, и мне кажется, тут, наверное, достаточно все понятно, потому что Кремль привык решать все свои вопросы кулуарно, где-то там в тихих уголках делать свои договорники. Это само собой, но просто, если публично это все делать, то Кремль в слабой позиции. То есть он нарушил все там около 400 международных всяких договоров. То есть вот когда он начал войну вот эту, вот он нарушил сразу 400 договоров. И какая его будет позиция, вот если она будет публичная? Вот, например, сел Зеленский, сел Путин, и он нарушил 400 договоров. Там все конвенции, там, ну, вот все что угодно, и есть доказательства. И это не так, что он там начнет петлять где-то, и все будут видеть. Ну и что, ну, Путину выгодно, чтобы его попускал Зеленский, ну, причем в эфире, там, и так далее. И тогда возникнет, что, ну, капитан команды КВН сделал какого-то, ну, супервеликого монстра, таракана, такого большого, там, полковника ФСБ, ну, просто как ребенка сделал. Вот, причем в войне, это же не то, что это же готовился, это же мы такие страшные. Это такой таракан, это какой-то у Чуковского, такой таракан, тараканище. А казалось, это просто вот какой-то воробушек взял его и съел. Потому что, ну, чего вы его боитесь, что он такими усами? Да нету никаких усов, он никакой. И вот, я думаю, вот он этого боится. Он боится вот этого таракана и воробей. То есть вот этой штуки. То есть публичной порки. И тогда, я же говорю, у Путина нет сильной позиции с Украиной. Украина его не боится. Я еще, вот, о чем, Денис, подумал, по поводу публичности. Смотрите, вот те разы, которые Путин появлялся там за последние полгода, условно говоря, на публике, он же отвечал на какие-то там заранее подготовленные вопросы, да? У него были заранее подготовленные ответы, заранее подготовленные шутки. И когда здесь, если представить, что вдруг Путин и Зеленский уселись публично за стол переговоров и за этим наблюдают миллионы зрителей, то, понятное дело, что тут вопросы не будут удобными. Понятное дело, что тут... Смотрите, вопросы же не в вопросах даже будут, а вопросы в обстановке. Вот, например, на ШОС Путин пришел, а все даже маленьких стран таких республик, там, Киргизии, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, они даже с ним стояли, и он ждал их для фотографии. То есть они его опускали даже в самом факте фотографирования. То есть обычно он всегда так опаздывает, он опаздывает там на 40 минут, его всех ждут, такой он молодец. А тут он стоял как мальчик и ждал какого-то президента, который раньше, он даже, ну, как бы, вот был, ну, не как на равных. А сейчас эти все президенты, они сильные, и теперь все, что Россия попускала, все эти республики, смеялась над таджиками, над киргизами, над казахами. Сейчас они все, ну, как бы смеются над теми русскими, которые к ним сбежали. Они их там разным способом попускают. А вот Зеленский, Зеленский вот точно унизит. Вот точно, вот, он не будет, то есть это, как бы, даже не будет начала разговора. То есть, ну, Путин, ну, просто будет выглядеть, ну, очень плохо, так скажем. И поэтому Путин это даже себе, я думаю, не представляет. Потому что, ну, как бы, для него вот эта публичная порка, зачем ему? То есть, он пойдет, его просто там, ну, публично сделают, там, из него котлету. Вы сейчас вспомнили о встрече ШОС, и почему бы нам сейчас не вспомнить еще о встрече G20, которая тоже вот на этой неделе завершилась. И мне кажется, тоже тут есть о чем поговорить, особенно с учетом того, как, в общем-то, по большому счету, страны G20, там, ну, по крайней мере, ну, кроме Китая, наверное, да, как они, в общем-то, прокатили Лаврова, никто не захотел с ним больше общаться, и Лавров, пробыв меньше суток на этом саммите, просто уехал несолно хлебавший. Это была его роль, то есть, все понимают, и Путин понимает, что если бы не было никого, то G20 стало бы G19. То есть, Лавров поехал, как мальчик для битья, но просто обозначится, то есть, ему даже не надо было какие-то переговоры с кем-то переговаривать, просто обозначить присутствие России в G20. Потому что до этого G20 не высказала никакой мысли о том, что нужно Россию исключить из G20. То есть, не было такого. И, в принципе, эти страны об этом не говорили. Но, по факту, получилось так, что с присутствием Лаврова, во-первых, кстати, все вот эти страны, они при подготовке к G20 на Бали, они разрабатывали стратегии, как не встретиться с Лавровым или с любым человеком, даже в туалете, даже в проходах. То есть, это целая история. И то, как 19 стран разрабатывают стратегию, как с тобой не встретиться, я думаю, что это унизительно совершенно. И когда этот Лавров попал в эту ситуацию, и когда с ним даже за руку не здороваются, ну, это такое... Ну, то есть, это на дипломатическом языке не плевок, а когда тебя вырвали. То есть, это очень плохое отношение. И поэтому он уехал, потому что его, я думаю, сердце не выдержало этого позора, пускания и так далее. Но свою функцию он выполнил. То есть, G20 не стало G19. И он обозначил, и Россия обозначилась. Вот его основная функция. Ну и плюс на G20 очень круто произошли переговоры между Байденом и Си Цзиньпинем. То есть, вот это очень большое достижение. О том, что Байден и Америка признала, что Китай не враг номер один. То есть, у них есть некое потепление, потому что стратегия национальной безопасности США, там вот Китай прописан один из главных. И когда началась эта война с Россией, у них даже был такой, ну, там, трошки, как бы, незадача, ну, типа, как это у нас, ну, главный враг Китай. А тут Россия начинает, и мы против России начнем, там, санкции, давать оружие, ленд-лиз и так далее. Вот. И, ну, сейчас идет потепление, они договорились о многом. Вот. И Китаю это тоже нравится, потому что Китай, ну, Америка стимулирует их в том, что у нас двуполярный мир, то есть, Америка, как бы, Китай признала, как один из лидеров мировой экономики. И Китаю это хорошо, потому что, ну, Америка обозначила, что если мы в дружеских отношениях, то мы, вот, там, дружим и так далее, хоть там идут торговые войны, там, ну, между США и Китаем, там достаточно много происходит подковерных, особенно на экономическом плане этих самых, торговых войн. Но на военном плане там все отлично, и вот на высшем политическом там очень большое потепление. И главное, что вот и Америке, и Китаю важно, чтобы Россия не выделывалась, и чтобы она, ну, побыстрее закончила эту войну. И это мнение всех обоих этих лидеров мировых. Тем не менее, вот эта, скажем так, изоляция дипломатическая России на международном уровне, она продолжается, и, да, как любит говорить один из любимых деятелей украинских, любимых российскими информационными агентствами Сергея Стерненко, нашей русофобии недостаточно, да, но, судя по всему, Европа сейчас как раз занимается тем, что российская пропаганда называет русофобией. Польша подтверждает, что Лаврова на заседании ОБСЕ, которое должно будет пройти 1-2 декабря в Лодзе, польском, не пустят российскую делегацию. Я напомню, что это заседание организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и, собственно говоря, поляки подтвердили, что ни Лаврова, никого из членов делегации российской на этом заседании не будет. Я напомню, что в настоящее время Польша председательствует в ОБСЕ, в ОБСЕ стоят 57 стран, в том числе Россия и Украина. Вот это тоже, мне кажется, достаточно такой важный знак. Тут у них, во-первых, есть такая возможность, потому что его не хотели пустить в ООН, в Нью-Йорк, чтобы он туда слетал и так далее, им там визу там было, но ООН как организация обязуется, что она даст всем членам ООН, то есть вообще, ну, в принципе, это одна из базовых таких постулатов ООН, что они пускают всех. Вот. А ОБСЕ, я думаю, они могут такой провернуть, такой финт. И такое будет и дальше. То есть все организации, которые будут, они будут попускать русскую, русские делегации, русские люди во многих странах, это уже получается изгой, то есть кому-то аннулируют визы, кого-то не пускают, то есть это все нарастает, потому что, во-первых, куча беженцев, которые рассказывают, то есть, ну, как бы все-таки отражается на людях, и все понимают, кто виноват. Вот у меня, например, в середине войны я там звонил своему другу, он во Франции, значит, и он советник премьер-министра. И вот он чисто про русское, он говорит, ну, понимаешь, вот сейчас, вот мы понимаем, что тактически, вот мы сейчас помогаем Украине, но стратегически там, в столетие, мы с Россией стратегические друзья. И по-любому, вот вы у нас под ногами, то есть, когда-то Украина, она приносит проблемы. И это позиция не только его, это позиция многих, и они говорят, что вот у нас повышаются цены, у нас плохо живется, становится жить, не из-за России, а из-за Украины. И он мне вначале говорил, слушайте, а чего вы не сдали, чего вы не отдали территорию, хай возьмет. Типа, ну, как бы, ну, и все проблемы. Ну, зачем вам это все дело? Зачем вам, чтобы люди погибали? Чего вы воюете? Ну, сдались бы, она же вторая армия мира. Потом уже, ну, я уже потом его троллил несколько раз, вот, мы общались и сейчас, а он просто так молчит в трубочку, он уже говорит, вот, вот, а можешь меня связать, вот, ну, с нашей там делегацией, вот, там, кстати, в 13 декабря будет большой бизнес-форум во Франции, говорит, можешь меня связать, вот, чтобы этот самый. Я говорю, подожди, вот Крым чей? Он говорит, ну, вот Крым, это сложный вопрос, вот там этот самый. Я говорю, ну, смотри, вот ты стоишь на позициях ООН, что вот есть страны, их, ну, территории. Ну, смотри, говорит, вон, вначале, вот, когда при создании было 45 стран, сейчас 200, то есть, оно, это динамичная история. Я говорю, ну, я же с Украины, ты же меня хочешь, чтобы я тебя связал с украинской делегацией, а ты не признаешь Крым, как ты будешь с ними, они, они это отстаивают. Как ты с ними будешь коммуникацировать? То есть, я фактически возьму агента, и это самое, я сделаю хуже своей стране. Он такой, ой-ой-ой-ой-ой, и так, ой, жарко, значит, ну, с этого, но, я просто хочу сказать, что это не единичный человек. То есть, Франция примерно так думает. То есть, они, ну, Украина далеко, Россия близко, и она более понятная, и проблемы все-таки больше от Украины. И Украине надо делать информационную политику в Германии, особенно во Франции, для того, чтобы ее четкая была позиция, они понимали, что вообще происходит. Потому как во всех этих странах, в каждом отеле работают все русские телеканалы. И на кнопочке, когда там у тебя, например, 15 или 20 каналов, обязательно есть Россия 24. Вот обязательно. Украинского нет канала, а русская есть со всей пропагандой. Во всех странах Европы. И они не понимают, что это угроза. Что это угроза, что это пропаганда. Что люди это все думают. Даже в Америке, многие конгрессмены, когда у них спрашиваешь, а откуда ты взял? Говорят, я смотрю Russia Today. Ну, там же сказали, там такие динамичные эти самые. Они же все сказали. Говорят, а подожди, это же все не так. Нет, ну вот, они же бомбили Донбасс. И так далее. То есть, какие-то такие вот вещи, ты так смотришь, и пропаганда работает. То есть, эта вся система достаточно сильная по всему миру, и мы ее может, ну, вернее, как, мы ее оцениваем правильно, потому что мы все это запретили. А там очень недооценивают, что оно влияет на их каких-то людей, какие имеют, на тех трампистов. Вообще, вот эта вот, ну, тема там против Украины, это была вообще тема там русских нарративов. Сейчас, я думаю, Америка должна сделать расследование, почему на парламентских выборах Америки были русские нарративы, и часть республиканской партии отстаивала именно пророссийские русские нарративы, полностью повторяя вот то, что говорили в России. Ну, я думаю, что американцы разберутся. Вот сегодня Байден отпразднует свое 80-летие, кстати. Ой, да, многих ему лет. Да, и я думаю, вот отпразднует, а потом начнут разбираться. Ну, и заканчивая тему игнорирования России на международной арене, хотелось бы вспомнить еще такую вот историю. Россию на конференции ООН по климату проигнорировали, тоже проигнорировали. Ни один иностранный гость не пришел на круглый стол, который был организован российской делегацией. И, собственно говоря, это событие с обидой комментировал председатель Всероссийского общества охраны природы Фетисов, он сказал, что конфликт может завтра закончиться, имея в виду Украину и Россию. Но вы упускаете еще один год, чтобы принять правильное решение на будущее. Мы приехали в Египет не для того, чтобы говорить о ситуации в Украине. Ну, также он заявил, что Россия выступает одним из крупнейших в мире источников выбросов парниковых газов, и поэтому без нас проблему глобального изменения климата мы решить не можем. Но, на самом деле, знаете так, отмазка так себе. Ни один из участников конференции Организации Объединенных Наций на встречу не пришел. Ну, это же показатель. Единственная проблема с ООН в том, что Россию не могут выгнать из Совета Безопасности ООН, потому что Россия правоприемник, типа правоприемник СССР. Ну, там, кстати, очень мутная история с этим. Ее просто нужно докрутить, допилить, так скажем. Если будет политическая воля эту всю тему допилить, то можно выгнать. И тогда все будет нормально. А так получается, что Россия везде ставит вето. И так как она постоянный член Совета Безопасности ООН, они всегда могут ставить вето на любую агрессию и так далее, они сами делают агрессию, захватывают страну, нарушают все базовые постулаты ООН и сами же накладывают вето на решение каких-то других стран, что они вот это все нарушают. Это бред. Из-за этого распалась Лига Наций. Из-за того, что Гитлер захватывал территории, но Лига Наций не могла существовать. Потом возникла ООН в 45-м году. И вот сейчас, я думаю, идет время того, что ООН уже тоже и патентно, она не может адекватно реагировать на угрозы. А угрозы ничего себе. Это каждые три месяца пугать ядерным ударом. Это ну такое для мира, как сказать, ну никто же не пугает. Там есть там Ким Чен Ин, который пугает. Ну там все понимают, что там вот такие ракеты летают там и все. А вот имея межконтинентальные ракеты, имея спутники, имея ну кучу влияния, то есть это не шутки. И поэтому нужна, во-первых, новая ООН и новая НАТО. Вот сейчас вот актуальность этих новых организаций очень высокая. Так, у нас еще несколько минут есть. Я предлагаю еще такую тему разогнать. 23 ноября, буквально вот через 2-3 дня, сообщается, что Европарламент будет голосовать за признание Российской Федерации государством-спонсором терроризма. И в этот же день G7, семерка большая, будет принимать ценовой потолок на российскую нефть. И, собственно говоря, тут у меня к зрителям, знаете, такой риторический вопрос. А знаете ли вы, и знаете ли вы, Денис, в том числе, какой день отмечается в мире 23 ноября, когда эти два события собираются быть? 23 ноября, ну сложно сказать. Это Международный день борьбы с безнаказанностью. Ух ты, ты такой даже... И это не совпадение, я думаю, да. То есть, если на этот день поставили голосование по признанию России страной-спонсором терроризма, ну, мне кажется, что это вряд ли совпадение. Я думаю, что они специально выбирали этот день, потому что, ну, скажем так, после обстрела, да, украинских городов, после очередного обстрела критической инфраструктуры, мне кажется, вот это вот было сделано специально. Есть такая у меня чуйка. Ну, собственно говоря, ну, помните, там, 14 ноября директор ЦРУ Бёрнст встречался с Нарышкиным в Турции, да, он предупреждал Нарышкина о том, что но-но-но. А уже 15 ноября, на следующий день, он сидел в убежище в Киеве и переживал, как бы, эти удары, да. Ну, я думаю, что, как бы, все поняли этот посыл. Ну, и, собственно говоря, теперь, 23 ноября, вопрос в том, поймет ли этот посыл Путин. Ну, тут вопрос не к Путину. Статус страны спонсора терроризма в Америке – это очень жесткий статус. это значит, что ты не общаешься, не делаешь бизнес с русскими компаниями. И это больно даже Америке. И сейчас, мне кажется, то, что Евросоюз такое примет, нужно понять, как каждая страна это ратифицирует и каким образом будет в этих странах Евросоюза реакция на это. но реакция достаточно жесткая. То есть это значит, что ты этой стране, ну, если ты там с ней имеешь бизнес, то ты, получается, тоже спонсируешь терроризм. То есть если страна, вот, ну, уже как бы доказано, это хорошая тема, но доказано, что она делает террористические акты против мирного населения. Денис, я прошу прощения, я уверен, что это хорошая тема, но я знаю, что после этих слов у нас сообщение может затянуться еще на несколько минут. Нам нужно сделать перерыв для того, чтобы посадить следующего гостя в студию. И я думаю, что мы обязательно с следующим гостем продолжим эту тему. Денис, вам огромное спасибо. Я напоминаю, что с нами был политтехнолог Денис Богуш. Еще раз спасибо. А мы с вами увидимся через несколько минут. Субтитры сделал DimaTorzok